Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим, как получить дополнительный урожай с вашей цеплицей. Потому что цеплицей должна простаивать. Мы должны получать дополнительные урожаи, а не ждать конца весны, чтобы мы могли что-то посадить. Есть цеплица, значит мы можем получить первый урожай. Первый урожай это может быть как корнеплодов типа редиса, так и различных зеленых культур. То есть шпинаты, крес-салаты, руккола, обыкновенный салат, кервель, кориандр, укроп и многие другие культуры можно получить до посадки основной культуры. Как это сделать? Ну, во-первых, начнем с того. Есть несколько способов развития событий. Ну, если у вас цеплица под поликарбонатом, значит в этом году она сильно не промерзла. И вы заносили снег, значит она уже таяла. Ну, вот будет такой вариант, что вы цеплицу раскрываете, и земля замерзла. Как быстро погреть землю? Самый простой способ прогреть замерзшую землю в цеплице и, соответственно, ускорить посевы в этой цеплице, это пролив почвы кипятком. Делается очень просто. Накрыли в цеплицу, взяли железную леечку, заливаем железную кипяток, проливаем. Проливаем наш грунт, закрываем полиселенной пленкой. Два дня почва очень тает хорошо, растаяла почва, значит уже можно приступать к посевам. Возьмем грабельки, мы еще проборонуем, буквально через два часа почва будет готова для посева этих холодостойких культур. Хочу заметить один такой немаловажный нюанс. Знаете, все эти зеленые культуры, которые я назвал и редисы, и салаты различные, они созревают в течение одного месяца. То есть от посева до уборки урожая проходит один месяц. Также можно посадить луковый барок. Луковый барок, это тоже прекрасно, он через месяц вырастет и даст вам прекрасную зелень. Но учтите еще такой момент, что мы знаем, где мы будем садить помидоры. Мы можем на месте эти родочки, где мы садим садить помидоры, высеваем культуры, которые будут расти у нас один месяц. То есть мы будем освобождать заблагоременно под посадку помидор. Но у нас остаются проходы. Обычно помидоры садятся по два рода. И вот между двумя родами остаются проходы. Так вот, эти проходы я бы посоветовал заняться другой группой культур, которые дают урожаю в течение двух месяцев. Это репа, это капуста кальраби, это свекла на прорывку. Посадить такие культуры, даже пекинская капуста, она тоже прекрасно вырастет с два месяца. Посадили, и у вас будут расти и помидоры, и будете питаться и пекинской капустой, и капустой кальраби, и брать репу, и свеклу на прорывку иметь. Вот, возьмите на опыт, как все делается, сейчас я вам покажу. Теперь, когда наша градка готова, будем приступать к посеву. Но учтите такой момент. Если у вас еще могут быть возвратные мороза, они могут быть очень сильные, значит сразу уже устанавливаем дуги. И нашу градку, где мы будем высевать, делаем на ширину дуг, который обычно используется под посадки перца, огурцов. Такие дуги используются, и они у вас простаивают. Мы их задействуем пока в теплице. Ставим дуг, это просто для того, чтобы знать нам ширину нашей градки. Ну и начинаем посадку. Обязательно, что еще необходимо, это физический закон, который вы учите в школе. Нам необходимы две доски. Для чего доски необходимы, мы на них будем вступать. Для того, чтобы сильно они уплотнят нашу почву. Наша почва не созревшая, поэтому будем пользоваться досками. В следующий родок мы посеем укроп. Для этого у вас пользуется щелочкой. Следующий будем высевать салат. Так, если вы смотрели внимательно ролики, я рассказывал, что у нас и укроп, и салат, это культуры, которые лучше сходят на святу. Поэтому засыпать мы их не будем. А просто-напросто возьмем лечку и прольем эти родочки. И так засеваем всю градку. Засевали градку, мы берем, устанавливаем дуги. И после этого нашу градку мы укроем спонбондом, самым плотным. Под таким укрытием наши посевы выдержат морозы даже в минус 10 градусов. Уже проверено на опыте. И вдобавок, все эти культуры являются хорошими прошественниками для помидоров. Помидоры дают после этих культур очень хороший урожай. Попробуйте, удачи, успехов. Подписывайтесь на наш YouTube канал. До свидания.